Раиса Червоткина занимается настольным теннисом с самого детства. Регулярно выступает на российских чемпионатах и международных соревнованиях. Рассказывает, на Олимпийских играх во Франции 2015 года для спортсменов пожилого возраста взяла три медали. В личном первенстве по настольному теннису серебряную, в парном золотую и бронзовую в смешанном разряде. Ну никак нельзя бросить спорт. Вот так и тянет нас, как мы привыкли все, ходить в спорт. Заниматься. Ну лучше, чем таблетки пить. Спартакиада «Серебряный возраст» проводится в Самаре пятый год. Выступить на соревнованиях могут все желающие от 60 лет. С каждым годом количество участников растет. Они к нам с удовольствием приходят. Это еще раз общение. Ну и плюс, так же приятно в этом возрасте получить медаль и прийти домой, внуку показать. Вот я в этом возрасте тоже что-то могу. За победу участники борются в пяти дисциплинах. Есть традиционный настольный теннис, дартс и мини-гольф, а также достаточно специфичные, например, кульбута. Это старинное французское развлечение. Шесть шаров размещены на столешнице, которую можно свободно качать во все стороны. Двигая игровой стол, необходимо расставить все шары в лунке и набрать как можно больше очков. Еще одна интересная дисциплина – шаффлборд. Это игра, где шайбы толкают рукой, и они должны остановиться в пределах определенных линий, отмеченных на столе. Спартакиада «Серебряный возраст» – это возможность не только победить, но и обзавестись новыми друзьями. Чтобы они не сидели дома, чтобы они постоянно общались между собой, постоянно общение между районами были. Когда они между собой общаются, они ведут активный образ жизни. На улице Зои Космодемьянской, 17, в спортивном комплексе «Виктория-2» проводятся бесплатные занятия для пенсионеров. Все желающие могут записаться на настольный теннис, волейбол, мини-гольф или шахматы. Никита Борисов, Василий Калдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok